Итак, всем привет! В этом видео покажу, как перенести систему, или сказать по-другому, как перенести винду с одного диска на другую. Это без разницы, будет жесткий диск или SSD. Я буду использовать CloneZilla, потому что это бесплатно и удобно. Так, у вас должен быть, первым делом, флешка, которая минимум должен быть 4 гигабайта. Вот. И заходите на сайт CloneZilla. Ссылка, все ссылки будут в описании. Если какие-то будут вопросы, пишите в коммент. Так, когда вы зашли к CloneZilla, вы нажимаете Stable, выбираете здесь iOS и Download. Когда вы скачали, у вас должна быть такая папка. Не старайтесь открывать, он все равно не откроется. Следующим делом, что делаете? Заходите в Rufus, нажимаете там 2, 4P и сохранить. Открываем Rufus, должно выйти такое окно. Здесь ничего не меняем, только не забудьте выбрать флешку, который вы вставили. Итак, нажимаете выбрать, и должны выбрать CloneZilla, который вы скачали. Вот это. И все. Нажимаем просто Start. Окей. Ничего здесь не меняем. Да. Окей. После того, как скачался, на вашем флешке будет это CloneZilla. Следующим делом, что делаете? Заходите в BIOS и в выбор загрузочного диска выбираете флешку и открываете его. Я вам показал начало. Сейчас будет видео, которое мне помогло, и по этим методам я работал. На такой экран здесь достаточно выбрать первый пункт, который CloneZilla Live. Открываем. Следующий этап, выбор языка, русский есть в списке, выбрали. Оставить раскладку по умолчанию, то есть нам раскладку клавиатуры менять, в общем-то, здесь не нужно. Далее. Запуск CloneZilla. Нажимаем Enter. Следующий пункт. Выбираем второй пункт, работать непосредственно с диска на диск или с раздела на раздел. То есть мы копируем полностью диск первый на диск второй. Выбрали. Следующий этап, выбрать уровень настройок. Начальный уровень, где многие настройки вы поставлены по умолчанию, либо экспертный. Я рекомендую здесь выбрать экспертный, поскольку если мы выберем начальный, то там у нас будет один нюанс, из-за которого загрузчик Windows, если мы переносим диск с Windows, придется потом восстанавливать. А нам это не нужно. Выбираем экспертный. Ок. Далее. Диск to LocalDisk. То есть клонировать локальный диск на локальный диск. Так и оставляем. Нажимаем Enter. Далее. Выбираем диск, с которого будет производиться перенос. У меня это тот, который уже выбран. То есть в вашем случае смотрите внимательнее. То есть я выбираю его и нажимаю Enter. Далее. Выбор диска, на который будет все переноситься. Учитывайте, что все данные абсолютно, которые есть на этом физическом диске, будут удалены. Выбираю. Ок. Далее. Смотрите. Здесь вот тот пункт, тот нюанс, о котором я говорил. Нам нужно снять вот эту верхнюю отметку, так как она нам попортит загрузчик Windows. Снимаем. Можно это сделать пробелом. То есть выбрали, пробел, отметка снялась. После этого можно ОК нажать мышкой или клавиатурой с помощью Enter. Итак. Здесь. Пропустить проверку восстановления исходной файловой системы. Я оставляю пропустить проверку, так как я уверен, что у меня там все в порядке с файловой системой. Но в случае чего вы можете запустить проверку. Я, чтобы быстрее, оставляю пропустить. Нажимаю Enter. Далее. Использовать таблицу разделов с исходного диска. Я оставляю все разделы, как были на предыдущем диске. То есть там разделы с загрузчиком и так далее. Системный раздел. То есть ничего. Я с помощью программы перенастраивать в этом видео не буду. Просто нажимаю Enter. Ок. Далее. Что сделать после окончания операции? Я оставляю первый пункт, который означает выбрать перезагрузку, выключение и так далее. То есть сейчас я этого выбирать не буду. Ок. Далее. Внизу мне напишут. Нажмите Enter для продолжения. То есть продолжить операцию. Нажимаю Enter. Далее. Меня предупреждают, что все данные будут стерты со всего диска, на который произносится перенос. То есть абсолютно все данные, на каких бы они разделах ни находились. Ввожу Y, то есть Y. И нажимаю Enter. То есть я согласен. Меня спрашивают еще раз, точно ли я уверен. Да, уверен. Enter. Ну, собственно, поехали. Дальше будет производиться перенос и ждем просто. Итак, все готово. Мне пишут нажмите Enter для продолжения. Нажимаю. И меня спрашивают, что сделать. Перезагрузиться, войти в командную строку, выключить питание и так далее. Мои дальнейшие действия. Я в своем случае выключу питание, удалю тот диск, с которого происходил перенос, загружусь с того диска, на который был произведен перенос и посмотрим. В вашем случае действия могут быть другими. Например, вы просто можете поменять порядок загрузки после выключения в биосе. Итак, выключаю. Там идет обратный отсчет, дожидаемся его и, собственно, все выключается. Сейчас я пропущу кусок видео, где я отключаю тот диск и потом дальше все остальное покажу. Кстати, здесь еще пишут, извлеките тот накопитель, с которого осуществлялась загрузка клоун Зила, чтобы с него в следующий раз загрузка не происходила. И после этого нажмите Enter. Вот и все. Если вы дошли до этого части, поздравляю вас, у вас получился перенести Windows одного диска на другую. Теперь осталась малая часть с распределением места. Наверное, вы уже заметили, что у вас места именно взял, сколько у вас было именно в SSD или вашем диске. Значит, что делаете? Заходите в управление дисками, и у вас должен быть определенная область. В данный момент у меня нет, потому что я решил эту проблему. Эту проблему можно решать с другой видео, который я тоже посмотрел и это сделал. Вот, допустим, я хочу расширить диск C в операционной системе. Удалил я, получается, диск D. За счет него я хочу расширить диск свой C, да? Я нажимаю, и у меня расширить тон неактивно. В этом случае что нужно делать? Я вот скачал программу MiniTall Partition Wizard Free. Это с официальном сайте. Скачивайте. И дальше что делаем? Дальше выбираем диск C и нажимаем Extend Partition. После, как нажимаем Extend Partition, у нас выходит вот это окошко. И здесь мы вот с ползунка выбираем, сколько места. Видите? The new size C. Вот, из 96, расширенду стоит 34, да? Ну, соответственно, мне, допустим, нужно примерно 300 гигабайт добавить. Так. Ну, хватает, в принципе. Дальше нажимаем ОК и дальше Apply. Нажимаю Yes, да. Applied to the pending changing successfully. Все, говорит, успешно. Все создано. После этого все. У меня остался только один вопрос. Если вы это знаете, напишите в комменты и объясните, как это сделать. У меня, короче, старый SSD. Я хочу подключить его, чтобы он у меня был. Как бы, да? Но, когда я его подключаю и открываю, у меня выходит конфликт между этими двумя SSD. Как удалить со старого Windows? Кто знает, напишите в коммент. Все ссылки, которые в этом видео были, будут в описании или в комментариях. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok